Интернет переполняют статьи, видео и подкасты на тему психологии. Уже давно не секрет, что умение анализировать собеседника и выявлять его поведенческие привычки может во многом облегчить жизнь тем, для кого общение с большим количеством людей является частью повседневной жизни. Также важнейший навык, которым может обзавестись человек — научиться самоанализу, чтобы лучше понимать свои чувства, мысли и действия. Ясное дело, что психология — наука глубокая и требующая длительного изучения. Поверхностное знание не сделает вас экспертом, но может пригодиться в повседневной жизни. Таких рецептов универсальных не существует, но определенно лучше воспринимаются люди, которые смотрят на собеседника, не отворачивают взгляд, которые говорят достаточно спокойным голосом, не проявляя в голосе агрессии, например, или какой-то подавленности, желание уйти от контакта с ровным голосом. Говорят понятно, то есть не используют слов, выражений и сленга или каких-то научных терминов, которые непонятны собеседнику. Это неуважение, такое отстранение от собеседника, когда человек ведет себя так. Ну и люди, которые говорят конкретно. Выстраивание коммуникации чаще всего зависит от таких факторов, как обращение по имени, активное слушание, создание общих точек соприкосновения. Все они являются базовыми и во многом определяющими дальнейшее общение. Обращаясь к человеку по имени, важно сохранять баланс и не переборщить с повторениями, чтобы это не резало слух. Данный метод поможет сразу войти в круг доверия человека, потому что каждому из нас всегда приятно слышать собственное имя. При выстраивании диалога важно сохранять фокус на том, что говорит человек, задавать вопросы по теме, показывать эмпатию и понимание, вести диалог в активной и оживленной форме. При несогласии с точки зрения собеседника важно не оспаривать ее, а согласиться с позицией оппонента, но также высказать и свое мнение. Еще одним важным умением является выявление общих тем и интересов. Они не только помогают оживить беседу, так как всегда находят отклик, но и подкрепляют доверительное отношение. Хорошо помогают приемы так называемого активного слушания, когда вы киваете, когда вам что-то говорят, показывая таким образом, что вы внимательно слушаете и понимаете, о чем идет речь. Ну и скорее вербальный прием хорошо помогает, когда вы кратко подытоживаете сказанное и задаете какой-то уточняющий вопрос. Правильно ли я понимаю, что для вас важно то-то и то-то, я бы хотел уточнить вот что. При выслушивании реплик собеседника одно из главных правил сохранять зрительный контакт, показывая вовлеченность в беседу одобрительными кивками головы и фразами согласия. По взгляду можно многое понять о собеседнике, его настрой, заинтересованность теми, мысли и отношения к вам. Зрительный контакт помогает установить эмоциональную связь с другим человеком и выразить свое внимание. Это создает атмосферу доверия и уважения, что способствует более глубокому и эффективному общению. Если нужно расставить акценты или наоборот смягчить сказанное, также активно используют глазную мимику. Зрительный контакт это показатель внимания. Когда вы на меня смотрите, я понимаю, что я сейчас важен для вас и важно для вас то, что я говорю. Значит вы внимательны ко мне. По крайней мере я так предполагаю, если вы смотрите на меня. Правда это палка о двух концах, потому что если зрительный контакт поддерживается в несоответствующей ситуации, например, в ситуации, где не предполагается тесного общения, в автобусе, например, или на улице, где люди просто встретились случайно и слишком долго, например, поддерживается, то это может выглядеть как вызов, то есть это может вызывать негативные эмоции. Еще одним из основополагающих элементов общения является невербальное поведение. Порой язык тела говорит больше слов. Многие слышали о том, что важно следить за стопами собеседника. Многие зачастую говорят о намерении уйти от диалога. Также скрещенные руки и ноги говорят о закрытости и нежелании общаться. Как же вести разговор с помощью тела? Есть известный метод, при котором нужно считать язык тела и манеры говорящего и непринужденно скопировать его. Правильные жесты помогают структурировать сказанное, а мимика усиливает эмоциональную окраску слов. Это может быть подстройка по движению, двигаться так же, как другой человек. Это может быть подстройка по речи, говорить быстрее, если он говорит быстро, или наоборот медленнее говорить, если так говорит ваш собеседник. Есть вариант подстройки по дыханию, когда вы наблюдаете за тем, как дышит человек. Все эти методы можно использовать отдельно, либо в совокупности. Главное помнить о чувстве меры. Каждый из нас может стать прекрасным собеседником, для которого не будет проблем завести разговор и найти отклик в сердцах оппонентов. Но все начинается в первую очередь с внутренней уверенности, стойкости духа и открытости. Кристина Нырова, Кристина Отекина, Универ Новости.